Здравствуйте дорогие друзья! С вами как всегда я Артем и сегодня обзор смартфона от компании Highscreen. Это ZERO F. Коробочка традиционно оформлена вот в таком вот стиле, в таком виде у компании Highscreen. На обратной стороне информация о том, что нам в подарок дается 32 гигабайта облачного хранилища 4Sync для наших файлов. И на передней стороне у нас непосредственно изображение самого аппарата с ключевыми характеристиками. Это бюджетный аппарат, но тем не менее достаточно интересный. Заранее об этом сразу же скажу. Основан он на процессоре Mediatek 6572. Двухъядерный чип на частоте 1,2 ГГц работает. 1 гигабайт оперативной памяти, 4 гигабайта флеш памяти. За графику отвечает здесь ускоритель Mali 400 MP. Карточки памяти поддерживаются, разумеется, microSD и две сим-карты. Ну о других характеристиках по ходу дела мы с вами поговорим. Открываем коробочку, пока откладываем аппарат в сторону. И посмотрим, что есть еще у нас здесь интересного в комплекте. Открываем. В комплекте у нас вот такая вот макулатурка. Здесь гарантийник и инструкция у компании Highscreen. Откладываем в сторону. Смотрим, что есть еще. Еще у нас есть вот такой вот USB кабель необычный. Вот эта часть светится, когда аппарат заряжается. И непосредственно сам зарядник. Зарядник выглядит вот таким образом. Вот эта часть также светится, когда зарядник подключен к сети. Сам вход USB. И на сколько он у нас ампер? 5 вольт, 1 ампер. Не знаю, сфокусируется или нет. Ну, в общем, вот так. И еще наушники. Наушники вот такого вот типа. Они очень похожи на наушники Apple AirPods. Вот как выглядит все это дело. Черного цвета. С длинным штекером прямым. Вот все, что есть в комплекте у нас. Давайте поближе теперь перейдем к самому аппарату. Вытаскиваем. Дисплей 4 дюйма. Вот как все это дело выглядит. Внешний вид. Давайте сначала по элементам. Справа у нас сдвоенная качелька громкости плюс-минус. С этой стороны micro USB для зарядки. Сверху кнопка включения-выключения блокировки. 3,5 для наушников. Снизу микрофон. Здесь у нас сенсорные клавиши для управления. Фронтальная камера. Разговорный динамик. С обратной стороны у нас 5-мегапиксельная камера без автофокуса. Вспышка. И разговорный динамик. Логотип компании High Screen. Вот так выглядит. Можно подумать, что корпус не разборный. На самом деле крышечка открывается. Батарейка съемная. Но конструкция выглядит очень монолитная. То есть вот я могу ее покрутить, пошевелить. Никаких скрипов нигде нет. То есть сборка очень качественная. При том, что аппарат стоит всего лишь 4000 рублей. Давайте откроем заднюю крышку. Посмотрим, что у нас находится внутри. Вот так она открывается. Внутри у нас 2 сим-карты можно поставить, как я и говорил. Micro SD карточка и аккумулятор на 1600 мА. Вот так выглядит непосредственно внутренности аппарата. Закрываем крышку. Опять же закрывается все очень удобно. Никаких проблем нет. Никаких люфтов. И тому подобных вещей. Вот как выглядит соответственно у нас аппарат. В аппарате у нас установлен 4-дюймовый дисплей с IPS-матрицей. Разрешение экрана 480 на 800. Что в итоге дает нам 240 точек на дюйм. Несмотря на бюджетность аппарата, матрица IPS имеет достаточно хорошие углы обзора. Особенно в этом ценовом диапазоне. Вот как выглядит картинка. Это максимальная яркость экрана. Внутри у нас установлен Android версии 4.2.2. Мы можем в этом убедиться. 4.2.2. Аппарат умеет обновляться по воздуху. Если мы посмотрим, что вообще из себя представляет этот Android, то это голый Android. Здесь много предустановленных приложений от Google. Gmail, например, сразу же. Google Plus есть. Что еще здесь интересного? Есть предустановленный файловый менеджер. Мы можем сразу же смотреть файлы на SD-карточке и так далее. Ничего не нужно нам дополнительно для этого докачивать. Сенсорные кнопки хорошо видны. Отклик хороший. То есть, все отлично в этом плане у аппарата. Что касается габаритов, то толщина аппарата 9,9 мм. 63,1 мм. Соответственно, вот так. И 123,8 мм. Это все в миллиметрах. Вот как раз мы перешли здесь в Antutu случайно нажал. Ну, давайте тогда сразу поговорим и о производительности. Здесь у нас установлен двухъядерный чип от компании Mediatek MT6572, работающий на частоте 1,2 ГГц. Так, телефон у нас заснул. 1,2 ГГц. И выдалось у нас вот такое количество побугаев. 10 430. Мы можем посмотреть подробнее. И вот, если кому-то интересно, можно посмотреть на цифры, которые здесь есть. Графика, напомню, Mali-400 MP. 10 430. Что касается квадранта. Давайте посмотрим, что там выдаст. И результаты теста квадрант. 3066 баллов. Вот наш результат. Выходим. Вот такая производительность у нашего аппарата. Что касается автономности работы, то тестировал я аппарат с помощью традиционно программки Epic Citadel. Максимальная яркость экрана. Сим-карта была вставлена. То есть сотовая связь работала. И аппарат в этом режиме проработал 3 часа 10 минут. Батарейка здесь, напомню, установлена на 1600 мАч. И ее можно заменить. Что касается камеры, 5 мегапикселей. Основная камера со вспышкой. И фронтальная 0.3. Примеры снимков вы можете посмотреть сейчас. Автофокуса здесь нет. Но тем не менее, какие-то зарисовки можно делать. Давайте посмотрим какую-нибудь игрушку. Это будет Dead Trigger. Запускаем. Посмотрим, как на аппарате идут игрушки какие-нибудь. Не очень сложные. Итак, я запустил Dead Trigger. Посмотрим, как работает динамик. Максимальная его громкость. Отключил звук, чтобы YouTube, если что, не забанил за музыку. Вот таким образом у нас идет Dead Trigger. Настройки у нас здесь высокие. Посмотрим. На сами настройки высоко. Ну и давайте подводить итоги. Что в итоге мы с вами получаем? В итоге мы получаем качественно собранный корпус. Нигде нет никаких ни скрипов, ни люфтов. Классный дизайн. Похожий чем-то на линейку Nokia и других всем известных брендов. Задняя крышка в целом не маркая. Дисплей оставляет отпечатки. Но они достаточно легко стираются. По умолчанию здесь идет заводская пленка. Просто я ее снял, чтобы показать вам экран. Также, что мы получаем, кроме качественной сборки. Это, конечно же, экран. IPS-экран. В смартфоне чуть дороже 100 долларов. И с неплохими углами обзора. Это редкость на самом деле. Разрешение экрана 480 на 800. И для 4-дюймового аппарата достаточно хорошая плотность. Пикселей 240 точек на дюйм. Также мы с вами здесь запустили и Dead Trigger. То есть, в какие-то игры такого плана здесь также можно даже и поиграть. Пускай не на высоких настройках, но тем не менее. Также на порту у нас Wi-Fi 802.11n. Свежая версия протокола Bluetooth 4.0. Ну и давайте перейдем к небольшим минусам. Из минусов, что у нас здесь USB непосредственно для зарядки находится слева. Это может быть не очень удобно. В отличие от аппаратов, где USB находится снизу и сверху. Но это просто небольшие мои придирки. Каким-то огромным минусом это не является. Камера. Камера здесь 5-мегапиксельная, но без автофокуса. Опять же, в смартфоне за 100 долларов. В полноценном смартфоне за 100 долларов. В принципе, и обычная 5-мегапиксельная камера без автофокуса. Это уже хорошо. Памяти встроена 4 гигабайта. Поэтому для пользования некоторыми фишками телефона, в частности камерой, нужно обязательно вставить microSD карточку. Опять же, каким-то большим минусом это не является. У всех сейчас есть карточки, поэтому никакой проблемы здесь у нас нет. Также к минусам можно отнести не очень емкий аккумулятор. А именно батарейка здесь установлена на 1600 мА. Но она сменная, поэтому при желании можно аккумуляторы менять. Поэтому аппарат полностью оправдывает свою стоимость. Здесь 1 гигабайт оперативной памяти. Маличный из TMP, еще расскажу в качестве графики. И двухъядерный процессор MediaTek 6572, работающий на частоте 1,2 ГГц. Так что, если нужен качественный и недорогой смартфон, то можно присмотреться к Highscreen Zero F. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте. И пока-пока.